Соревноваться в профессиональном мастерстве в подземке не получится, техника безопасности не позволяет. У Рудника Мир появилось свое предложение. К ним недавно на баланс поступила новая погрузодоставочная машина. И конкурс профессионального мастерства среди водителей подземного транспорта решено было провести на поверхности. Такое бывает нечасто. Жены наблюдают за тем, как работают их мужья-подземщики. Они – группа поддержки команды Рудника Мир. Михалыч! Михалыч! Вот сейчас ваш коллега приступил к выполнению конкурса. Что он сейчас делает? Конкурс называется «Колесо». Это взять колесо в ковш, не повредя почвы получается. Берут колесо, перевозят на другое место. Это в шахте складирование колесок получается. Максим Муравьев – самый молодой участник конкурса. Машинистом ПДМ работает пять лет. Три конкурсных задания – «Колесо», «Змейка» и «Перекладина» – выполнил за 10 минут и 16 секунд. В итоге – третье место. Он разделил его с коллегой из Айхальского ГОКа Закиром Наврузовым. На Руднике Айхал я с 99-го года. У вас помимо профессии ПДМщика еще какие-то смежные? Подземные? Да, есть. Какие? Ну, я машинист бумера, мультимек, ПДМ, машинист автосамосвала, потом машинист буровой установки. В протоколах жюри множество колонок. Сюда вносят информацию о каждом моменте прохождения трассы. Коснулся ограждения «Змейки», неровно уложил колеса или не справился с установкой «Перекладины» за все штрафные баллы. Основное при прохождении конкурса – это время, за которое машина проходит дистанцию. Штрафные очки начисляются за невыполнение требований техники безопасности, это не включение света, не подача звукового сигнала при движении вперед либо назад. Лучшее время – 9 минут и 2 секунды – показал опытный машинист, мастер участка подземного транспорта на руднике «Мир» Эдуард Еремкин. Он стал победителем конкурса и получил от профалмаза главный приз – путевку в любой санаторий, который числится в базе российского портала «Провкурорт». Второе место у представителя рудника «Интернациональный» Сергея Анищука. Он прошел конкурсную трассу за 10 минут и 11 секунд. Победители, разделившие второе и третье места, получили денежные сертификаты на 15 и 20 тысяч в магазины партнеры профалмаза. Это первый конкурс, просто всем приятно участвовать, наверное. Просто я говорю, что все хотели участвовать, но вот когда сейчас начали организовать этот конкурс, ну все с удовольствием его встретили, потому что такого раньше никогда не было. Был еще один приз – внеконкурсный. Сертификат на 15 тысяч рублей получил Максим Муравьев. Он смог лучше всех разлить воду из бутылки в три стакана, управляя ковшом погрузочно-доставочной машины. Продолжение следует...